Микс Ньюс Да, добрый день, уважаемые радиослушатели. Как мы уже анонсировали, архитектор Риги Гвидо Принц с нас сегодня в студии. Добрый день. Добрый день. Так вот совпало, такое интересное совпадение, что стали известны объекты, которые выдвинуты на соискание премии или награды года в области архитектуры Риги. И я так понимаю, что сейчас рижане, не только рижане, смогут оценить эти объекты. Может быть, несколько слов о том, какая это характеристика, что это за объекты. Если вот у людей, наверное, спросить, может быть, это такой стереотип, все скажут, ну, наверное, это где-то в Старой Риге, что-то реновация какая-то произошла. Наверняка вот эти объекты. Я так понимаю, нет. Да, это такой ежегодний процесс, который мы проводим в Бюро архитектора Риги в сотрудничестве с экспертами разных сфер архитектуры, градостроительства, то есть инженеры, ландшафтные архитекторы, проработали летом, просмотрели каких-то больше, чем 20 объектов, в частности, побывали, просмотрели, то есть поговорили с авторами, с хозяевами. И да, и это 11 объектов, это то, что мы в этом году видим, как такой, ну, скажем так, репрезентативный, такой такой репрезентации объектов, которые ну, наилучшим, то есть показали себя, и где мы увидели те качества, которые на данный момент, мы думаем, очень важны. Это, конечно, мы смотрим объект сам по себе, чтобы он был, ну, скажем так, функциональным. Но это должен быть обязательно новый объект, или это может быть? Это может быть разные, реновации, реконструкции, да, но мы смотрим, мы учитываем только то, что происходит через процесс Бу-Ват-Ляоя, то есть то, что есть разрешение, то, что есть разрешение, мы знаем, когда это сдано в эксплуатации, то есть процесс строительства, да. У нас в этом году доминируют объекты жилья, то есть жилье, 7 из 11 объектов, это жилые дома, это и реновация, это и новые объекты, как вы упомянули, это центральная часть города, это окраины, то есть география объектов очень, очень широкая, да. Жилой квартал как Плявники, так Вагенс Каунцы, так что дела происходят. Что главное, вот с этим я хочу сказать, наверное, для Рижаны, для тех, которые думают о развитии города, то есть несмотря на что город развивается, каждый год порядка по тысячам объектов сдаются в эксплуатацию, мы их каждый год рассматриваем, что в конкретном году самое лучшее, да, и есть архитектора, есть авторы, есть инженеры, есть развиватели, которые думают о том, как городу развиваться лучше, думают о своих объектах, а также думают о том, как город вокруг этих объектов будет жить. мы имеем объект, который, ну, скажем так, по таким нормальным приметам новый дом, скажем так, в территории, в которой больше нет, скажем так, не так много нового, да, там инвесторы, скажем так, видят будущее, этот объект и будет менять эту окраину, то есть, это очень хорошо, это приятно, то есть, объект Перновосила, который там сейчас выделяется, я думаю, на общем фоне, это, кстати, хорошо, потому что есть стереотипы такие, по поводу улицы Перновос, хотя на самом деле это недалеко, ну, почти центр, я считаю, что надо развивать этот район, да, да, это недалеко, и район меняется, проходит в этом районе много разных вещей, то есть, есть такие объекты, которые, наверное, будут менять, то есть, этот район, и есть, конечно, объекты, которые реновируют старые дома, мы имеем случай на Пардаугове, где уже дом, который был, скажем так, принят решение на него снос, маленький двухэтажный дом Пардаугове, да, в конце концов его реновировали, то есть, хозяева реновировали под жилье, то есть, мы видим, как вот и такие ценности, которые мы сегодня думаем хорошо, скажем так, пять лет назад думали снести и построить что-то новое, да, мы сейчас видим, что есть и энергия, и ресурсы, чтобы обновить старое, дать ему вторую жизнь, да, чтобы сохранять какой-то вид облики и всякое, то есть, 11 проектов дает такой отчет о том, что происходит в городе, то есть, на наш взгляд, самое лучшее, что происходит. Вот, что касается вот новых, может быть, вот жилых домов, есть такое понятие, но это, видимо, еще советского времени типовая застройка, да, и, если я не ошибаюсь, вот в начале 90-х было не так много новых жилых домов, но тоже пытались использовать те советские старые проекты, которые были. Сейчас появляются действительно такие интересные решения, вот вы, как специалист, как вы считаете, это в основном такие вот оригинальные проекты, или это тоже где-то уже использовалось, в других странах вы просто их взяли? И так, и так, да, есть оригинальные проекты, по большим, скажем так, ну, скажем так, не те самые лучшие, самые дорогие, это оригинальные проекты, да, там... Они и дорогие. Они и дорогие, да, это места, которые оригинальные, которые своим вкусом, своим характером, да, там, конечно, развиватели, архитекторы стараются найти что-то оригинальное, да, и это и придает и цену, и качество этому дому, да, а также мы видим и типовые такие, скажем так, типовые решения, которые мы видим, ну, скажем так, в многих местах, в Риге, Прибалтике, в Скандинавии, которые компактные и маленькие, но в том же, в том же уютные и функциональные такие дома, которые придает возможность и рижанам, и другим гостям, то есть найти жилье в нынешней ситуации, да. Да, вот тоже интересный такой вопрос, как на ваш взгляд, с точки зрения, вот не знаю, архитектурной композиции, вообще вот лучше, вы сторонник, какой подхода, одни считают так, что если кто-то строит, не знаю, на улице Перновас, ну, к примеру, то он все-таки должен понимать вот то, что там есть и пытаться как-то, не знаю, встроиться, чтобы это резко не выбивалось, да, один подход, другие говорят, да нет, ну, почему, в конце концов, это же не старая Рига, да, так сказать, ну, если есть какой-то проект, пускай он вбивается, пускай он своей красотой, не знаю, все на него обращают внимание, вот как лучше сделать, пытаться вот в эту городскую среду органически вот войти, да, или вот что-то делать новое, потому что вот есть такой объект, там, вылгуцаемся в Пардалгове, вот новый дом строится, там, на улице Дзирцем, и я обратил внимание, что он очень как-то похож, вот, к тем объектам, которые есть в этом районе, да, даже я, если бы кто-то не знал, подумал, что это не новый дом, то есть они вроде органически вписались, хорошо это и плохо, это на дело вкуса, вот, вы сторонник какого подхода? Не, ну, на это надо смотреть с двух сторон, одно, одно это, регулировка, то есть к тому, какие, скажем так, план города развития Рига, застройки, какие-то там директивы, да, если смотреть, да, и все такое, да, то есть, ну, старый Рига, центр части, и другие, скажем так, это разное, да, есть где регулировка говорит, что мы должны вписываться, должны вписываться в характер, в масштаб, в какую-то материальность, да, это задача архитектора, это задача развивателя, это учитывать, и в том же, и в том же, при том же, найти что-то такое, характере дома, чтобы мы видели, что он все-таки построен в 21 веке, а не в 20 или 19, да, то есть, в конце концов, это тоже будет примета времени, да, пройдет за много лет, и все скажут, это историческое здание, потому что все-таки это 21 века, а мы будем видеть, что это 21 век, а не там другой, да, то есть, это такая очень важная задача архитекторов, найти этот ключ, чтобы с одной стороны, найти компромисс по регулировке, но с другой стороны, и эту нынешнюю ситуацию, нынешний подход найти, как-то сделать, и, конечно, есть территории, где меньше и даже нету вообще никакой такой регулировки, да, и, конечно, в этих ситуациях автор и развиватель имеют побольше возможности как-то выделиться с этим объектом на фоне того, где он строится, да, но в любом случае, если этот проект происходит, и каждый проект происходит, какой-то процесс согласования, да, или через Бувалда, или те объекты, которые приходят у нас в бюро, то есть, мы смотрим на контекст, мы смотрим, мы дискутируем с авторами на контекст, даже в те ситуации, когда, может быть, и в такую, ну, скажем так, неразвитую территорию появляются новые дома, есть какие-то идеи, которые застроены в план, которые, может быть, автор не так хорошо знает, и мы дискутируем на счет того, чтобы все-таки, ну, то будущее, которое мы в общем строим, как бы, хармонизовалось, ну, один проект в другом, да, так что, работаем между тем. Какие вот районы Риги вам кажутся перспективные, которые, может быть, не знаю, недооценены застройщиками, да, кто-то все время вспоминает и говорят, ну, как же так, это мало есть столиц, где есть, не знаю, там, выход к морю, не знаю, Балдарая там недооценено, надо его развивать, другие, опять-таки, вспоминают, вот этот московский фаштат, вот, вот, Пеновас вы упомянули, какие вот, на ваш взгляд, еще все-таки, недооценены, и вы бы хотели, чтобы там больше было какое-то развитие? Я считаю, что такие хорошие возможности развития в разных, в разных местах города, я считаю, и центр, не, скажем так, недооценен, да, конечно, мы знаем проблемы здесь, разные, да, но если их постепенно решать, как бы, структурально, и, скажем так, стратегически, я думаю, что центр имеет огромную возможность развития всего, от коммерческого до жилья, шоппинга, и склада, да, то есть, я думаю, во всех сферах, да, конечно, мы должны помогать этому процессу, как город, как специалисты, как планировщики, как архитектора, как это организовать, да, я думаю, потенциал есть, один частный предприниматель уже строит лодку, и, может быть, если все будет хорошо, на следующий год уже сам на свой риск поставит бизнес, да, вот, то есть, есть идеи, есть предприниматели, есть частные ресурсы, энергия, идеи, которые, я думаю, на этом, на этом, в этом периоде развития Риги очень могут дать такой толчок и развитию разных мест и разных идей, мы как-то просто должны помогать им, как-то не потеряться в бюрократии, не потеряться где-то между строками, как-то выявлять эти хорошие такой примеры, да, я думаю, везде есть такие идеи, можем дискутировать об любых местах, да, вот интересная тоже, конечно, больше проблема вот департамента имущества, у них есть целый регистр вот эти вот галсты, вот эти развалины и в том числе эти развалины есть, как ни странно, в историческом центре Риги, вот на вас, говорю, в чем все-таки проблема, потому что, с одной стороны, мы понимаем, что, да, реставрировать, особенно историческое здание, ну, большие средства, с одной стороны, с другой стороны, мы понимаем, что все-таки, ну, центр города, там и земля дорогая и всегда, наверное, может что-то там сделать, не знаю, доходный дом, разные другие варианты, да, вот все-таки, почему вот с этими галстами не удается так вот долго справиться? Я тоже думаю, здесь примеры разные, да, я думаю, этот всем известный Мариас-2, ну, там ситуация с теми, которые имеют это имущество, не могут договориться, да, но... Там несколько владельцев, я так понимаю, владельцы, да, то есть сами собой не могут договориться, что делать. Я думаю, это одна проблема, там не знаю, что мы можем помочь, как город, как планировщики, но если думать о других вариантах, о других возможностях, я считаю, что центральная часть и те старые исторические дома, которые сейчас пустые, я думаю, такой толчок может дать и грядущий Реал Балтика, который мы будем, надеемся, будет построен вовремя и в то качество, которое мы сейчас о нем думаем, да, я думаю, это даст такой толчок и возможность и новых мест работ, места жительства и разного в центральной части города. Я думаю, это будет способствовать таким толчком. Конечно, город, опять-таки, тоже должен как-то реагировать на эту новую ситуацию и помогать с инфраструктурой, с подходом, с другими вопросами. В иных случаях, может быть, даже уменьшить, может быть, какую-то бюрократию, чтобы вот такие, ну, скажем так, в общем, хорошие проекты проходили, может быть, быстрее через коридоры всяких согласований и что-то такое, да, так что, я думаю, есть возможности и для этих домов найти новую функцию. Это очень важно, но надо как-то активно, я думаю, всем работать над разной идеей. Да, вот сейчас мы перейдемся ненадолго, небольшая пауза на рекламу, как раз о Реал Балтик, мы тоже еще поговорим, не переключайтесь. Да, еще раз добрый день архитектора Риги Гвида Принц на студии. Вот, что касается Раал Балтик, многие обратили внимание на ту часть проекта, которая предусматривает вот изменить, я так понимаю, снести вот эту насыпь, где же дорожная, ну, в какой-то степени тоже часть, историческая часть города. Вот, на ваш взгляд, насколько это вот впишется вот в общую архитектуру Риги, и вас вообще что-то тревожит в этом проекте, или все-таки удалось согласовать вот найти какой-то баланс. Да, ну, проект огромный, огромный происходит уже. То есть, ну, те идеи, которые мы уже переговорили с теми, которые продвигают этот проект в многих раундах на разных уровнях, да, на уровнях планировочных, на более-менее детальных, есть такая определенная, я думаю, у специалистов такой, такой консенсус на то, как мы, скажем так, концептуально видим этот проект в городе. Да, то, что вы упомянули, это насыпь, да, это такая идея и задача, которые вот давно жили и давно хотели как бы эту идею использовать, да, и как бы этот проект дает эту возможность эту насыпь убрать, да, поставить железную дорогу на эстакады и как-то визуально и функционально территории 13-го улицы 13-го января и ту часть за этим делом, то есть да, Узбайром, да, вот это насыпь такая, да, как-то как-то сделать общим, функциональными и что было там активнее, да, возможности, да, это как бы на концептуальном уровне все согласны, на данный момент то, что меня все еще тревожит, как это будет выглядеть технически, да, какие решения будут приняты, какие функциональные возможности эта новая территория нам даст, будет ли там обновленный вокзал или там будет какая-то другая функция, это на данном моменте еще не решено, много таких технических вопросов не решено на техническом уровне и как мы знаем уже вот как бы в этом году в июне уже подписали договор на уже реконструкцию этой части и надо сказать, что вот эти технические решения еще не найдены и непонятны, да, если смотреть на другой берег, то тоже сама идея проекта, я думаю, очень хорошая, будем надеяться, все будет хорошо, проект даст нам, скажем так, новые возможности сообщения Рига и другие другие города, да, но в том числе если смотреть на Пардаугава, то есть опять-таки концептуально эта идея ясна, но вот технически опять-таки у нас еще непонятно, что будет, как будет решены, то есть переезды железной дороги на улице Золитудес, на Лепая с улицы, на Ялгова с перекресток, каким будет, да, чтобы там расширить возможность, не только приостановить, но расширить возможности, эти технические решения еще не найдены, да, что будет с 10-м трамваем, да, когда будут строить, что будет потом, будем строить его обратно или какие-то другие варианты. 10-й трамвай тоже визит на карточек Риги, чтобы там не говорили, особенно туда, куда он идет. Ну вот, так что есть такие, уже на этом этапе как-то должны быстро находить и корректно находить оба, как решения, так и финансы, чтобы эти идеи решать, потому что времени не так много, чтобы принять такие решения и удостовериться о том, что в конце концов, что это недалеко, через лет пять проект будет построен, и мы будем рады этому проекту, мы будем его использовать, опять-таки, будут новые возможности инвестиций рядом, и инфраструктура, и разные возможности, что будем надеяться. В любом случае, бюро архитектора на данном этапе, мы старались находить те вопросы и дискутировать, приглашать к нам дискутировать те стороны, которые ответственны за такие глобальные вопросы, и мы это будем делать и в в недавнем интервью, которое у вас было в газете «Недка», Игорь, вы тоже обратили внимание на проблемы, которые у нас не решены в законодательной сфере, но в частности по-прежнему не принят, правда, я так понимаю, что все-таки новый парламент сейчас собирается принять закон об аренде жилья, новый, и расликумс, еще, я так понимаю, по-прежнему не решен вопрос до конца с этой разделенной собственностью, когда земля под многоквартирными домами принадлежит третьим лицам, и это все, на ваш взгляд, сдерживает строительство, что, на ваш взгляд, здесь можно сделать? И принять ли эти законы он изменит кардинальная ситуация? Может быть, и те, кто хотят арендовать жилье, и застройщики будут как-то активнее действовать? Ну, я думаю, это очевидно. Конечно, закон об аренде как-то урегулирует ту ситуацию, которая сейчас не урегулирована, да, то есть, ну, самый плохой вариант, если и тот, кто арендует, или тот, кто сдает в аренду, не имеет такие хорошие инструменты, как контролировать свою ситуацию, если этот конфликт, он как бы такой, ну, всегда существующий, да, как-то законодательство должно дать эту возможность чувствовать себя комфортабленнее и того, кто сдает в аренду свое имущество, да, и тот, который вперед в аренду, то есть, каждый имеет права и обязанности, да, чтобы там, грубо говоря, не портил имущество, и там, не вредил, да, и с другой стороны, если я плачу аренду, то меня тоже там не выкинешь через месяц или два, да, то есть, как-то найти этот компромисс, я думаю, это очень важно, да, есть сторонники и противники этого закона в обеих сторонах, да, но я думаю, в данной ситуации закон очень важен его принять и потом уже смотреть, как он работает, и, наверное, надо будет его еще регулировать, да, что касается этого имущества, да, это опять-таки, это вопрос не только развития, это вопрос качества жизни рижан, те данные, которые в публичном пространстве существуют, дают такое представление, что много рижан, ну, как бы, качество жизни, много рижан, как бы, очень зависит от этого, от этой ситуации, а ситуация, проблема в том, что если я как собственник своей квартиры, не собственник земли, на которой она находится, то я как бы не в силе что-то делать своим имуществом, если я хочу там, то есть, что-то сделать или построить, или благоустроить, это не мое, не мое, то есть, собственность, да, я не имею права как-то... Это отягощение? Это отягощение, да, с другой стороны, тот, кто имеет эту землю, он как бы не заинтересован, ничего там делать, меньше делать, получать больше денег, то есть, конфликт, там нету возможности договориться, просто нету, то есть, ситуация должна решаться или одним, или другим образом, или выкуп, или еще как-то, или выкуп, или как-то, чтобы вот те рижане, те, которые вот имеют это имущество, здесь как бы сами взяли контроль над тем, как мы будем здесь жить, благоустроить, не благоустроить, так благоустроить, так, то есть, это вопрос качества жизни рижан, я думаю, это, с одной стороны, это не только проблема Риги, конечно, другие, но в глобальном контексте я не знаю такую ситуацию ни в Эстонии, ни в Литве, то есть, если посмотреть глобально, то мы уникальны в этой ситуации, нету такого, я не знаю такого примера, где-то в другом государстве существовала такая ситуация, это такой. Еще такой вопрос, но это не совсем может быть к вам, но поскольку это все в Риге происходит и люди тоже беспокоятся, это вот вся эпопея вокруг вот этого явного театра, есть новый театр, мы знаем, что произошел конфликт между теми, кто проводит реконструкции компании и вот известным архитектором Зайгой Гайлой, который говорит о том, что люди не строят, я так понимаю, что со стороны строителей к ней появились претензии, что вроде бы вот этот архитектурный проект неправильный, вот что здесь может сделать бюро, может быть, когда происходит такой конфликт, связанный с архитектором, вы как-то можете какую-то дискуссию или, потому что есть опасность, что эта стройка вообще тоже растянется на годы, пока будут все эти судебные разбирательства, вы знаете, что у нас это быстро не происходит, к сожалению. Не, ну я думаю, наше бюро и мы, я думаю, в этом случае как раз я не знаю, что мы можем помочь. Я, конечно, детали не знаю, то, что в... В СМИ, да, в Трисе было, да. Да, было, то есть, конечно, просматривал, да. Не, ну я думаю, это, ну так оно и есть, то есть, существует конфликт между сторонами, которые очень, очень связаны в этом протесте строительства и, и как мы видим, ну скажем так, просматривая и объекты, которые сданы в эксплуатацию, мы видим объекты, в котором вот это сотрудничество было хорошее, да, то есть, ну, что я имею в виду хорошее, то есть, ну, что у нас есть заказчик глобальный, архитектор и строитель, да, ну если, скажем так, и сотрудничество, и, и, и такие амбиции всех сторон одинаковые, то я думаю, все компромиссы, все решения приходят, они трудные иногда, но их принимают, и какие отступы, или что-то делается, да, но вот объект проходит, и, как мы видим, в многих случаях, да, результат отличный и хороший, да, если что-то в этом механизме не так, или, не знаю, кто-то преувеличивает как-то с своими, не знаю, амбициями, возможностями, что-то другое, да, то этот механизм начинает не работать, да, наверное, в этой, наверное, я не знаю, я не беседовал ни с одной стороной, наверное, в этой ситуации как-то, ну, пришло или, или найти, то есть решение, то есть, ну, то, что в ней дает, то есть, или все заканчиваем, начинаем заново, или все-таки, я думаю, судебный процесс не самый хороший, хорошо бы было бы тут, если бы стороны, как бы, согласились на медиацию, да, то есть, судебный процесс приведет к тому, что суд скажет, кто прав, кто не прав, я думаю, в этой ситуации, ну, никто не будет чувствовать себя хорошо, да, абсолютно, да, медиация может закончиться тем, что вот все могут найти свои хорошие, хорошие стороны, и как-то согласиться на общую, на общую работу, и как-то закончить работу хорошо, как будет, не знаю, видим, да, Да, ну, вот есть такое выражение, что Рига никогда не будет готова, это понятно, что это так, вот, если бы вас спросили, какие объекты, может быть, общественные, вот Риге еще не хватает, ну, наверное, один это вот то, что приходит в голову концертный зал, об этом давно идет дискуссия, начиная от того, нужен ли новый акустический концертный зал, и заканчивая тем, где его строить, там были проекты, помните, амбициозные, А.Б. Дамба, целый ряд архитекторов, на мой взгляд, очень оправдно говорили о том, что это не самый лучший вариант, были всякие проекты, чуть ли не снести, дем конгрессов, построить вместо него что-то другое, вот, ваше мнение на сей счет. Ну, я смотрю на Ригу, как на метропол, Балтия, я думаю, что у Риги есть все возможности, она была такой, и все возможности есть, быть, быть будущим, и быть очень, очень хорошим в этой сфере, если так посмотреть на город, я думаю, многие так смотрят на наш город, на возможности развития, я думаю, у нас много интересных и амбициозных объектов не хватает, тот самый акустический концерт-зал, я и, я, и те дискуссии, которые мы проводили, мы, мы как бы сходились на то, что Риге нужен новый концерт-зал, это не вопрос или, это вопрос, где и какой, это единственный вопрос, я и тоже присутствовал на этой дискуссии, я тоже считаю, что АБДАМБА нереальны на данной, на данном этапе нереальны, и мы должны просмотреть другие варианты, и есть другие варианты, как, на мой взгляд, этот проект решить. То есть, в принципе, есть места в Риге, где можно было это все сделать. Это, я думаю, это, это надо просто, как бы, сойти с тем сторонам, из которых это, это. Но это может быть муниципальная земля, или это может быть и частная? Скорее всего, муниципальная, может, сейчас надо будет покупать тогда, скорее всего, скорее всего, городская или, или государственная, но просто, тоже нельзя, скажем так, не учитывать возможность, ну, как мы и слышали, то есть, частный развиватель готов подарить землю, государству, чтобы развивать этот проект. Конечно, должны договориться об условиях, и всех других вопросов, но, я думаю, вариантов много. Я считаю, что объемный, такой, функциональный, и большой конгресс-центр нет у нас, да. Было бы неплохо. Конечно, да. И... Был вариант, я помню, на Закюсаво строить большой конгресс-центр, там гостиницы и так далее, но, видимо, это были большие инвестиции нужны. Ну, опять-таки, про проект приумолк, не слышали, не слышал ничего за последний год, но, я считаю, без такого центра Рига не конкурентоспособная в сфере бизнес, бизнес-турисмс, то есть, конференции, выставки и такие, да, так что, я считаю, что в очень многих направлениях парки, из-за парки, да, развлечения, да, и другие возможности, мы как-то, я думаю, ну вот, как-то недооцениваем все эти, как бы, возможности на данном, на данном таком этапе, хотя, я думаю, план развития города все такие возможности учитывал, просто, ну, как-то, опять-таки, должны помогать этим инициативам, находить место и контакт, и партнеры, чтобы это происходило, я думаю, без этого город не будет развиваться, и, я думаю, ну, есть такие, но возможности, я думаю, очень много. Может быть, что-то будет и дальше развиваться, мне кажется, примеру, Межопарк, ну да, там вот сейчас реконструкция эстрады, есть зоопарк, там есть какие-то детские площадки, наверное, территория большая, можно там какой-то парк развлечений было создать, чтобы действительно это стало вот для Риги таким вот местом притяжение, да, чтобы семьи с детьми ехали. Межопарк, другие, другие части города, я думаю, Луцаусала для меня, я считаю, да, последние годы такое открылось место, место для Многие даже вообще забыли о том, что есть Луцаусала, Мы уже там просматриваем какие-то проекты, развитие, то есть, это вот как не только строительством, просто, ну, благоустройством, территории как-то находить эти новые. Я думаю, что еще Трониканс будет развиваться. Да, да, и есть возможность, вот как постепенно маленькими ресурсами можно как-то найти новые территории, новые интересные места, где что-то происходит, и вот в этом сезоне и концертные большие, и все происходит, я думаю, это для меня, я думаю, для Рижан это такое открытие. Конечно, там еще много доработать и по инфраструктуре, и всякому, да, но вот есть процесс, то есть, приходит, да, и мы уже как-то чувствуем это. Видно, да, что это меняется, да? Это меняет, опять-таки, гравитацию, то есть, ежедневную ситуацию Рижан и наших гостей, так что, возможности, я думаю. Может быть, такой последний вопрос, вот так вот время, эфир у нас быстро подходит к концу, что касается вот района Сканстас, потому что мы видим, что одно время он как бы так вспыхнул, все говорили, о, Сканстас, да, действительно, как мы забыли, ну, практически центр, да, вот надо все-таки его развивать, появились новые там высотные дома, офисы банков, его очень все стало развиваться, мы видим, что даже цены на жилье на Сканстас на порядок выше даже, чем, не знаю, в Тихом Центре, да, вот, ну, в связи со всеми этими политическими нюансами, нет ли у вас опасений, что вот развитие, как бы, этого района Сканстас может затормозиться? Не, ну, конечно, какие-то последние годы как-то вот оптимистически на это смотрели с точки зрения развития тоже и общественной инфраструктуры, трамвай, в том числе, улиц других инфраструктурных элементов. Там большая территория, которую можно развивать, пустующая. Ну, да, ну, сейчас, наверное, надо будет как-то переусмыслить ситуацию, то есть, ну, наверное, трамвая у нас не будет. Я считаю, что общественный транспорт для этой территории очень важен. Каким образом это сделать разумно, рационально в какие-то, в какие-то деньги найти ресурсы, чтобы это сделать, это такой вопрос тактики, да, но вот без, без такого существенного изменения, изменения, возможности подхода этой территории с точки зрения общественного транспорта, я думаю, есть такие риски, ну, в таком дальнейшем развитии, да, я думаю, опять-таки, идея и структура улиц, то, что там намечено, дает возможность маневрировать, как трамвай, так автобусы, и другим видом транспорта, даже железная дорога неподалеку, да, то есть можем и рассмотреть идею подсоединить станцию с Кансте, где-то найти возможность, то есть городской структуры, я думаю, что при вот ситуации развития и покупки новых наших поездов, которые государства, я думаю, эта идея может быть актуальна, мы как-то можем ее переосмыслить, да, можно развивать, можем развивать, я думаю, есть идеи, просто опять-таки надо сесть вместе и подумать, как рационально согласиться на каком-то новом сценарии развития этой территории, конечно, эта территория очень важна для развития города. Ахитет Тариги, Гвидопринц, у нас был в студии, большое спасибо. Спасибо.